Здравствуйте! В эфире День недели. Меня зовут Ярослав Бородин. Сегодня среда и в ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях в регионах Уральского федерального округа. Коротко основные темы. Принцип или глупость? Уральские врачи заявили о возможной эпидемии из-за отказа от прививок. Нет аккредитации, нет дипломов. Студенты Тюменского аграрного университета до сих пор не знают, где будут сдавать экзамены. В Челябинске рушится жилой дом. Муниципальные строители оставили недоделки после себя. 25 января День студента. Как праздник отметили в Урфо и какие проблемы сегодня есть у современных студентов, расскажет гость дня. И новости экономики. Сократят ли в России число поездов и на какую должность берут сладкоежек? Уральские врачи бьют тревогу. Массовый отказ от обязательных прививок может привести к распространению опасных инфекций. Речь идет как минимум о коре, оспе и полиэмилите. Хотя ранее искоренить эти болезни удалось именно благодаря масштабной вакцинации. Всплеск заболеваемости среди детей из родителей диссидентов может произойти уже в этом году. Юлия Першина подробнее. В прививочном кабинете маленький Артем уже не в первый раз. Сегодня ему ставят вторую прививку АКДС. Эта вакцина защищает сразу от нескольких опасных болезней. Коклюша, дифтерии и столбника. Все, все, все. Все, займико, все. Ты молодец, умничка у нас. Эта прививка ставится детям во всех развитых странах и уже позволила спасти миллионы детских жизней. В России она входит в национальный календарь. Тем не менее, ставить укол или нет, решают сами родители. У нас старший есть ребенок, поэтому мы много читали, узнавали, врачей консультировали. С первым мы ставили, вторым мы ставим. Сегодня в России насчитывается два десятка обязательных прививок. Однако колоть их бездумно нельзя. Если проконсультироваться с врачом, риск осложнений будет минимальным. Медотводы могут быть временными и могут быть постоянными. Временные медотводы, они связаны, допустим, с наличием острого заболевания в момент обращения для вакцинации. То есть человек выздоравливает и может спокойно продолжить вакцинацию. Но и существуют постоянные медотводы. По словам медиков, благодаря вакцинам удалось победить многие опасные болезни. Но в последние годы появилась обратная тенденция. Люди стали массово отказываться от прививок. Ольга Прожерина считает их бесполезными и даже опасными. Своему маленькому сыну женщина не позволила поставить ни одного укола. Прививка может привести к тому, что у меня ребенок либо вообще погибнет, либо станет инвалидом. Зачем я буду рисковать, раз у нас сейчас контроля за этим нет никакого. К этому отношение такое, что всем подряд ставят прививки, не разбираясь. Надо ребенку ставить прививку, не надо. В Сынловской области в прошлом году от обязательных прививок отказались 9,5 тысяч человек. Две трети этих отказов – это отказы от прививок детям. Взрослые сами привиты, а по каким-то мотивациям отказываются защищать от инфекций своих детей. Снижение так называемого коллективного иммунитета, по словам врачей, неминуемо ведет к распространению инфекций. Так в Екатеринбурге в конце прошлого года случилась вспышка кори. После массовой вакцинации ее удалось победить. Вакцинация – это своего рода тренировка. Мы, вводя тот или иной вакцинный антиген, конечно, даем возможности организму адаптироваться к тому, что если потом он снова встретится, то реакция будет абсолютно адекватная. Организм даже не заметит. С противниками прививок в Роспотребнадзоре предлагают бороться рублем. Если человек отказался от вакцины и заболел, не лечить его за счет ОМС. Юлия Першина, Юрий Чернышев. День недели. Полторы сотни студентов Аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени жалуются на то, что им не дают доучиться. В прошлом году вуз лишили государственной аккредитации по одной из специальностей. Тогда-то и возникли трудности со старшекурсниками. Они до сих пор не знают, где будут сдавать экзамены и защищать дипломы. В ситуации разбиралась Анна Княжева. Мы жили здесь 4 года, имеем быт свой, квартиру, работу и должны сейчас просто бросить все и переехать. Упреки, претензии и даже слезы. Студенты 4-го курса Аграрного университета волнуются. До выпуска всего несколько месяцев, а вопрос, где и как они будут доучиваться, остается открытым. Проблема в том, что институт лишился государственной аккредитации. Обещали перевезти нас в ТГУ. То есть сентября месяца это только обещания одни были. Документально это ничего не подтверждено. Но сколько нервов нам это стоит, переживаний, неизвестность вот эта сама. Уже бы все решилось и все. Руководство вуза предлагает сразу несколько вариантов решения проблемы. Можно поехать учиться в соседние регионы, там согласны принять наших студентов. Можно заниматься в Тюмени, но на экзамены пригласить комиссию из другого университета. Мы согласовали четыре вуза, в том числе и Тюменский государственный университет, которые готовы взять или на обучение, или на итоговую аттестацию ребят. Сегодня мы собрались на собрание, чтобы это ребятам объяснить, показать этот список вуза и на каких условиях каждый вуз готов их забрать для дальнейшего обучения. Выбор есть почти у всех студентов, но вот для будущих товароведов нашелся пока только один вариант. Им предлагают отправиться в Южно-Уральский госуниверситет, в Челябинск. И хотя обещают дать комнаты в общежитиях, перспектива на полгода покинуть Тюмень не радует никого. Нам как перешлить в какое-то общежитие, которое вам сказали устно, откуда деньги брать, кто с родителями живет. Руководство вуза обещало поискать другие варианты для товароведов, а остальным предложили сделать выбор как можно скорее. В подвешенном состоянии находится 140 человек. В этом году им предстоит сдать госэкзамены и защитить дипломную работу. Сейчас студентам нужно определиться, где они будут это делать. Тем более, что времени на подготовку у студентов почти не осталось. Анна Княжева, Александр Бележанин, Тюменское время, день недели. Тюменский аграрный вуз далеко не единственный в Уральском округе, лишенный права выдавать дипломы по итогам проверок в 2016 году. В подвешенном состоянии находятся студенты и других учебных заведений. По решению Рособранадзора, к концу прошлого года полностью было приостановлено действие госаккредитации программ высшего образования в пяти учебных заведениях, действующих на территории УРФО. В основном это филиалы крупных частных вузов. Еще одно учебное заведение, Тюменскую академию мировой экономики, управления и права, вовсе лишили лицензии. А Курганскому филиалу Института экономики, управления и права запретили выдавать дипломы по нескольким специальностям. Как и в Тюмени, их студентам предложили доучиться и получить корочки в другом месте. Часть выпускников согласились на такие условия. В Челябинске рискует рухнуть жилой дом. Из-за плохой канализации все три этажа затоплены. Жильцы пытаются найти подрядчика, который проводил строительные работы, но пока безрезультатно. Оказывается, помогать и в управляющей компании. Сюжет Юлии Валеевой. Мыться в этих душевых Оксана с ребенком боится. Потолок весь покрыт плесенью, а стены от сырости прогнили. Но грибок и антисанитария полбеды. Из-за плохой канализации и подтопления весь дом может рухнуть. По словам жильцов, эти удобства в 2013 году построили по указу администрации города. Просто вот мы когда моемся, вот там у нас, вплоть до того, что даже тараканы падают на тебя, ну, капли грязные, это все, штукатурка обваливается. Там вот не видно сейчас, там пузырь надулся, просто он лопнул. Оказывается, в проекте этого дома душевых кабинок на полном третьем этаже вообще нет. Жильцы должны быть здесь, на первом. Но на ремонт этого помещения денег не хватило, поэтому челябинцы вынуждены уже несколько лет муться среди жарных труб и гниющего потолка. За помощью жильцы многоэтажки по Копейскому шоссе обратились в управляющую компанию. Но коммунальщики утверждают, за душевые они ответственности не несут. Эти помещения теперь в собственности жильцов. А в 2013 году комнаты еще принадлежали администрации города Челябинска, сотрудники которой и затеяли перестройку. Здесь в большей степени нам хочется показать их вину в том, что именно они в 2013 году нанимали подрядчика и, соответственно, они должны были проконтролировать качество исполнения работы в 2013 году, который, ну вот мы сегодня видим, что да, было сделано плохо. Почему тогда этого не было определено? Почему там стройконтроль не был проведен? Почему подрядчик, возможно, был некачественным? Мне сложно сказать, почему это произошло. Не удался в этом доме и капитальный ремонт. В 2015 году многоэтажки поменяли проводку и обновили фасад. Но через несколько месяцев краска обвалилась вместе со штукатуркой. Строители переделали ремонт, но сейчас у дома снова голые стены. В случае устранения вот тех самых протечек внутри домовых, общедомовых инженерных коммуникаций, подрядная организация за свой счет, не в рамках гарантийных обязательств, поскольку это не является гарантийным случаем, готова переделать этот фасад. Теперь у жильцов два выхода. Обращаться в прокуратуру и искать подрядчика, который в 2013 году некачественно установил душевые кабины, либо скидываться деньгами и ремонтировать ванные комнаты своими силами. Сейчас о том, что еще произошло в регионах Уральского федерального округа. Все школы Ханты-Мансийска закрыты на карантин. Учебный процесс остановлен до 30 января. Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. За медицинской помощью уже обратилось почти 15 тысяч угорчан. Эпидемический порог в округе превышен более чем на 35%. Сейчас в игре циркулирует гонконгский грипп. На период эпидемии врачи рекомендуют ограничить посещение мест массового пребывания, а еще пользоваться маской и регулярно мыть руки. Круглосуточная радиотрансляция будет вестись в Екатеринбургском аэропорту в дни проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Диктор будет говорить на нескольких языках, чтобы информировать гостей о правилах ввоза, вывоза товаров на территорию нашей страны. При необходимости таможенники готовы увеличить число международных пунктов пропуска. Эти вопросы заранее прорабатываются. Если будет несколько увеличен пассажиропоток, то мы откроем дополнительные линии для осуществления контроля. На сегодняшний день наша пропускная способность 1300 человек в час. Ямал успешно решает одну из задач, поставленных президентом. В этом году 143 ребенка-сироты получат ключи от новых благоустроенных квартир. Причем среди них есть и дети коренных малочисленных народов Севера. Для формирования специализированного жилищного фонда на этот год в окружном бюджете предусмотрено 530 миллионов рублей. Более 80 тысяч кубометров снега из дворов вывезли управляющие компании Тюмени. Таким стал результат двухнедельной акции бесплатной выгрузки на муниципальный полигон. За этот месяц выпало осадков уже больше нормы. Обслуживающие организации не успевают привести территории в порядок. Администрация Тюмени пошла навстречу коммунальщикам и устроила бесплатный вывоз снега. У меня просьба была, если кто-то не реагирует, не водит машину своевременно для предоставления нам возможности убрать территорию двора. Чтобы оставили свои номера хотя бы на подлобовое стекло. Но это большая просьба. Очень трудности. Мы теряем очень много времени и убирается очень мало территории. Техника простаивает, не успевает убирать. Челябинские чиновники планируют создать конкурента Централпарку в Нью-Йорке. В столице Южного Урала появится спортивный комплекс с футбольными и волейбольными полями, дорожками для отдыха, а также площадками для воркаута и кроссфита. Новая площадка разместится на базе конно-спортивного комплекса. Работа должна завершиться через два года. На северо-западе с населением порядка полумиллиона жителей в плане спортивной инфраструктуры практически ничего нет. Практически ничего нет. Поэтому как глоток воздуха для жителей города Челябинска и близлежащих районов. Конечно же будет востребовано. В первую очередь, конечно же, будет востребовано для простых жителей, горожан, кто хотят именно заниматься активным отдыхом. Вы смотрите День недели. Сегодня среда и мы продолжаем. Весна в Югре начнется в кинотеатрах. Фестиваль Дух Огня в этом году откроется 4 марта, а первый кинопоказ состоится на день раньше. Последние организационные вопросы накануне обсуждались во время телемоста между Ханты-Мансийском и Иктенбургом. Тему продолжит Анастасия Горохова. Как и на церемонии вручения Оскара, по красной ковровой дорожке в Югре дефилируют самые выдающиеся актеры и режиссеры со всего мира. За 14 лет проведения Духа Огня по ней прошли Сергей Бондарчук, Лариса Удовиченко, Пьер Ришар и тысячи начинающих деятелей искусства. Кто появится на открытии юбилейного 15-го кинофестиваля, пока держится в секрете. Известно лишь, что попасть на звездное мероприятие можно будет по демократичным ценам. В середине февраля начнутся продажи билетов на фестивали. Цена по приезжиму будет социальная. Так самые дешевые билеты пойдут за 25 рублей. Международный кинофестиваль Духа Огня зародился в далеком 2002 году. Его презентация прошла в Каннах. Тогда звезды мирового кино заинтересовались мероприятием и пообещали прилететь в Ханты-Мансийск. И не обманули. Я разочарована, потому что мне обещали, что будет дикий мороз. Но ночью, когда я прилетела, было всего лишь минус 2 градуса. Но я, конечно, поражена красотой вашего города, белым снегом и вообще чистотой. Какие зарубежные фильмы покажут в этом году, тоже интрига. Что касается отечественного кино, то зрители увидят около сотни киноновинок. В этом году география участников расширилась. Картины на конкурс прислали режиссеры из разных уголков страны Архангельской, Ленинградской, Курганской областей и даже с Камчатки. Ленты, которые в итоге выйдут на экраны, будет выбирать не только жюри, но и зрители. Это все лучшие релизы, которые прошли в прошлом году и набрали наиболее лучший релизский рейтинг. Так, посмотрите на сайт, идет голосование уже второй день, есть явные лидеры. И мне очень отрадно, что в основном голосуют люди за фестивальное кино. Прием заявок на участие в кинофестивале продолжается. На престижную премию может претендовать любой желающий. 15 лет фестиваля, постоянно развиваясь, ведет работу. Но в общем не нужно из этого делать какую-то итоговую бамбуку. А нужно просто, чтобы было достойно и по-человечески все это дело заявлено и выполнено. Фестиваль «Духа огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 9 марта. Организаторы ожидают, что кинотеатры посетят больше 20 тысяч зрителей. Анастасия Горохова, присодействитель компании «Югра», день недели. День студента и Татьянин день сегодня отмечают во всех регионах Уральского округа и везде по-своему. Так в «Югре» провели первое богослужение в стенах храма, который построили на территории Сургутского университета. Храму присвоено имя святой мученицы Татьяны. Она считается покровительницей студентов. А в Екатеринбурге учащиеся УРФУ приняли участие в видеомосте с заместителем председателя правительства Ольгой Голодец. Разговор шел о новых учебных программах, студенческих фестивалях, поддержке и развитии культурных проектах, а также о социальных лифтах. В конце мероприятия студенты устроили фотосессию с селфи. В центре внимания оказались, конечно, Татьяны. Впрочем, культурно-массовые мероприятия у студентов отнюдь не на первом месте. О том, с какими трудностями в учебе и быту сегодня сталкиваются современные студенты, моей коллеге Татьяне Звержанской рассказал уполномоченный по правам студентов УРФУ Аслан Кагиев в рамках программы «Гость дня». Здравствуйте, Аслан. Расскажите, пожалуйста, сколько сегодня получает студент УРФУ? Какую стипендию? Я имею в виду, конечно. Потому что в свое время Аркадий Дворкович говорил о том, что стипендии можно отменить. Он работал. Студенты нынешние наши работают, не работают. Какую стипендию получают? Добрый день. Знаете, у нас ситуация разнится, потому что есть студенты, которые минимальную стипендию получают, она начинается от 2000 рублей, а есть студенты, которые успевают по несколько стипендий получать и доходят до 40 тысяч рублей. Поэтому некоторые преподаватели, откровенно говоря, завидуют студентам. Поэтому разница существует, но, конечно же, в большинстве своем студентов есть возможность получать разные виды стипендий, но начинается от 2000 стипендий. Ну, от чего это зависит? От уровня успеваемости? От чего? Безусловно, от уровня успеваемости это первый фактор, потому что существуют повышенные стипендии за уровень успеваемости. В том числе существуют различные постановления правительства, которые позволяют студентам за общественную работу, за культурно-массовую получать дополнительные стипендии. Ну, и, конечно же, наука, она двигатель прогресса, поэтому у нас студентов есть возможность получать и за науку, в том числе повышенные стипендии. Сколько студентов по 40 тысяч у вас получают? Ну, не так много, откровенно говоря, но порядка 500 студентов получают в среднем около 14 тысяч рублей. Поэтому это, как говорится, один из факторов, показывающий преуспеваемость студентов. Вот совсем недавно Сбербанк решил отменить образовательные кредиты. Вот сколько было, может быть, у ваших студентов, кто ими пользовался? Вообще серьезно это удар для студентов? Откровенно говоря, это, конечно же, удар, но он не такой прям очевидный, потому что есть действительно студенты, которые пользуются образовательными кредитами, но их не такое большое количество, их единицы, поэтому думаю, что есть и другие банки, которые, наверное, предложат услуги студентам, которые хотят оплатить свое обучение за счет именно такой помощи. Скажите, сложно ли сегодня студенту пройти практику со многими предприятиями, сотрудничая с Уральской Федеральной Университетом? То, безусловно, очень большой выбор у студента, где пройти практику, как пройти практику, тем более, что у университета существует целый ряд партнеров в различных отраслях, в зависимости от института, есть и у институтов нашего университета отдельные договоренности. К примеру, очень тесно взаимосвязан металлургический институт с нашей компанией УГМК, где большинство студентов и проходят практику. И так, конечно же, есть взаимосвязь между всеми институтами университета. Ну, какой процент трудоустраивается потом в дальнейшем, может быть, побывав на практике где-то? Если говорить про эффективность трудоустройства наших студентов, то в России мы одни из лидеров. Если говорить про цифру, это около 90%. По разным подсчетам существуют рейтинги, которые можно всегда проверить. А если говорить, насколько студент готов работать по истечении практики на том же самом предприятии, то, конечно же, здесь нужно проверить данные. К сожалению, у меня их нет, но очень большое количество студентов, конечно, остается работать на том предприятии, где они проходили практику. А вообще система распределения именно по рабочим местам существует после вузовского обучения? Есть один из вариантов, так называемый целевой набор, когда ребята от предприятия направляют обучаться в университет, в конкретные подразделения университета. Но, как правило, сейчас уже такого распределения, как в советские времена, нет. Сегодня, что называется, у студента есть право выбора, у выпускника тем более, куда идти работать. И, соответственно, здесь все определяется во время обучения в университете. А есть ли сложности с адаптацией иногородних студентов? Важно отметить то, что у нас не только иногородние студенты, есть и иностранные студенты. У нас 80 стран мира, это около 2000 иностранных студентов. И, конечно же, мы отдельно занимаемся, как в том числе и союз студентов, как университет, как уполномоченный по правам студентов, вопросами иностранных и иногородних студентов. И у нас создана отдельная программа поддержки иностранных и иногородних студентов. И наша основная цель первого семестра их пребывания в университете, первого года даже в целом, именно их адаптация к образовательному процессу. И в целом к городу Екатеринбургу, к его жителям, потому что здесь тоже существует некая разница между, к примеру, африканской страной и Россией. И действительно здесь мы помогаем студентам адаптироваться. Жалуются ли вам студенты на состояние общежитий? Откровенно говоря, конечно же, жалуются. Я бы хотел посмотреть на тот университет, где студенты не жалуются в принципе, но в частности, конечно же, на общежитие. Потому что общежитие – это одно из тех, с чем сталкиваются большинство студентов. В нашем случае это порядка 7 тысяч студентов проживают в общежитиях. Соответственно, у каждого из них разные условия проживания в общежитии. Есть у нас, к примеру, общежития 30-х годов постройки. Соответственно, там есть определенный набор проблем. Но постепенно проблемы у нас решаются. Слава Богу, государство нас поддерживает. Много инвестировано со стороны правительства Российской Федерации. Буквально два года назад было построено новое общежитие. Сейчас уже через полгода будет сдано еще одно. Поэтому мы, что называется, развиваемся. Но все постепенно. Потому что, как вы понимаете, студентов и общежитий у нас очень много. Ну а сами-то студенты следят за своими общежитиями? Потому что вот посмотришь на какие-то фотографии, иногда в интернете выкладывают. Там грязные туалеты, грязные кухни. Ну сами-то помыть не могут. Откровенно говоря, да, есть такая проблема. То, что студенты очень многие не привыкли, что называется, руками решать проблемы. Но нужно отметить то, что в этом году практика показала, что если поддерживать студентов, то они готовы во многом и отремонтировать свои комнаты. В этом году мы от университета поддерживали студентов. Мы выделяли определенное количество финансовых средств для того, чтобы они привели свои комнаты в порядок. И у нас четверть комнат в общежитиях приведены в порядок благодаря самим студентам. И, соответственно, здесь, как говорится, нужно правильно замотивировать молодежь. И они, в принципе, готовы менять условия, в которых они находятся. Все ли студенты УРФУ участвуют в культурной жизни вуза? В этом году мы внедрили внеучебный рейтинг студентов в университете, который позволяет отследить, насколько вовлечены не просто на словах студенты, а на практике. Вот буквально полгода существует рейтинг. Мы с 1 сентября его запустили. И если брать очников нашего университета, это 23 тысячи студентов очного отделения, то минимум 12,5 тысяч студентов это уже участники рейтинга. Еще, к сожалению, не все подсчитаны. Поэтому мы можем смело заявлять о том, что более 50% студентов вовлечены во внеучебную жизнь и, конечно же, в культурно-массовую ее составляющую. Спасибо вам большое за беседу. Я напомню, мы говорили о проблемах современных студентов с Асланом Кагиевым, полномочным по правам студентов Уральского федерального университета. А далее у нас в эфире новости экономики. В Татьянин день мы решили посчитать, во сколько сейчас студентам обходится общежитие и не проще ли арендовать комнату. Здравствуйте, меня зовут Анна Авдеева и сейчас немного цифр. За койку в общаге Урфу в месяц берут от 300 и до 600 рублей. В Тюменском госуниверситетах и Курганском плата примерно такая же. Меньше всего тариф в Челябинском госуниверситете порядка 250 рублей в месяц. Жить в съемной квартире несколько дороже. Если заселиться по два человека в комнате, в месяц будет выходить около 5 тысяч. И к другим новостям экономики. В России хотят сократить количество поездов дальнего следования. Жители страны решили пересадить на самолеты. По данным коммерсантов, в правительстве сейчас обсуждают реформы РЖД. Одна из идей – отмена большинства РЖД маршрутов длиннее 1 тысячи километров. От них планируют отказываться постепенно по мере развития бюджетных авиаперевозок. Развивать будут и отечественные технологии освоения Арктики. Минпромторг разработал под программу снижение зависимости от импорта в данной отрасли. Сейчас в России нет своего современного оборудования для поиска и разведки месторождений на Арктическом шельфе. А зарубежное запрещено к поставке из-за санкций. Вложения в проект оцениваются в 35 миллиардов рублей. Бюджетное финансирование может составить 24 миллиарда. Деньги будут выделены только если программу одобрит правительство. Тем временем южноуральские села и поселки уже получили федеральную поддержку. Из госказны на их развитие будет направлено более 300 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют старые, построят новые дороги, проведут газ к домам и улучшат жилищные условия сельчан. В Курганской области будут развивать моногорода. Региональные власти начали готовить заявки для включения их в число территории опережающего развития. Статусом ТОР планируют наделить 4 населенных пункта. Варгаши, Далматово, Катайск и Петухово. Если заявки одобрят, в моногородах начнут действовать льготы для бизнесменов, а значит появятся новые рабочие места, причем не на градообразующих предприятиях. Главная цель в ТОРах, чтобы не было прямой зависимости от монопредприятия. Для этого должны развиваться другие бизнесы. И безусловно любые налоговые льготы, они могут стать вот такими точками роста для моногородов. Мы прекрасно понимаем, что здесь конкурсный отбор будет. Моногородов больше 300, а статус планируется представить только 100. Поэтому есть конкуренция. И в конце расскажем о работе мечты. В сети появилась вакансия для сладкоежек. Бельгийская фабрика десертов ищет на высококалорийную должность дегустатора, который сможет ежедневно съедать по 2,5 килограмма десерта. Тортов, пирожных, печенья и многого другого. Взамен обещают высокую зарплату и оплату фитнеса. Правда, находится фабрика в Ленинградской области. На этом о новостях экономики все. До свидания и удачи в делах. Абсолютно все лечения очень хорошие. Бассейн тут великолепный. Огромное спасибо всему медицинскому персоналу. Очень индивидуальный подход. Очень много прогулочных мест. То есть есть чем заняться вечерком, прогуляться после процедур. На крыльях летаю в течение года. На сегодняшний день это всероссийская здравница мирового уровня, где проживание, лечебные процедуры и питание входят в единую стоимость, оплатив которую вы получите незабываемый отдых и лечение. Преимущество Бакирова в богатстве и разнообразии природных даров. В санатории 4 спальных корпуса. Акош, сандугач, тургай и корпус повышенной комфортности Корлыгач. Здесь есть все для полноценного отдыха. Просторные номера, интерьер продуманный до мелочей. Сегодня все корпуса санатория соединены теплыми переходами. Санаторий Бакирова, первый в Татарстане среди предприятий общественного питания в санаторно-курортной сфере, внедрил международную систему управления безопасностью пищевых продуктов ХАСП. Независимые эксперты анализируют процессы по всей пищевой цепочке от начального сырьевого сегмента до момента попадания продукта на стол к потребителю. Трехразовое питание всегда самое свежее и разнообразное. Круглый год на столах фрукты, овощи, зелень. Сопропеловые грязи. Огненная вода типа Мацеста. Слабоминерализированная сероводородная вода. Лечебно-столовая питьевая вода типа Нафтуся. Подзалежная серо-голубая глина – главное богатство Бакирова. Их месторождение находится непосредственно в санатории. Вода с повышенным содержанием сероводорода лечит кожу и сосуды. Патологии женских и мужских половых органов. Вода типа Нафтуся очищает желчно-выделительную систему и мочеполовые органы. Грязи восстанавливают суставы, нервную систему и кожу. Ускоряют регенерацию поврежденных тканей, повышают иммунитет, стимулируют обмен веществ. Ни одно из современных лекарств по широте своего действия не может сравниться с лечебными грязями. Подзалежная серо-голубая глина применяется в косметологических целях. С ее помощью кожа подтягивается, становится эластичной, растягиваются шрамы. Из организма выводятся токсические вещества и лишние жировые отложения. В питьевом бювете принимают лечебную минеральную воду. Она также содержит большое количество органических веществ. Особое внимание в Бакирово уделяют досугу своих гостей. Концертные залы, дискотека, детские городки, парки и аллеи для прогулок, место для купания и сероводородная купель, где температура воды в любой сезон составляет 8 градусов Цельсия. Для любителей активного отдыха построен целый спортивный комплекс. Здесь можно играть в баскетбол, в волейбол, заниматься в тренажерных залах. Активный отдых и положительные эмоции – это тоже хорошее лекарство. Высокие стандарты качества санатория Бакирово ежегодно подтверждаются победами на различных республиканских и всероссийских форумах. Если вы хотите отдохнуть в лучшей российской здравнице 2016 года, то вам сюда. Золотую медаль в этой номинации на протяжении многих лет заслуженно получает именно курорт Бакирово. Из огромного числа санаторно-курортных учреждений десятки тысяч жителей России ежегодно выбирают именно санаторий Бакирово. Ведь это источник здоровья, душевного равновесия и место для незабываемого семейного отдыха. Пора в Бакирово. Редактор субтитров А.Семкин